Для русских националистов проблема нелегальной миграции всегда стояла как одна из основных. Мы уже очень много лет отстаиваем именно эти вопросы на повестке. И, конечно, мы с удовольствием согласились принять участие, чтобы на бумаге документально выдвинуть свое предложение законодателям. То есть к нам обратились депутаты «Справедливая Россия», к нам обращались депутаты «Единой России». Здесь не имеет даже партийной принадлежности. Мы свое предложение открыто публиковали и отдавали всем. То есть это целый большой комплекс мер, там все разделено по блокам. У нас же гигантская проблема с учетом, как можно решать проблему. Вы даже не знаете, сколько у нас мигрантов, но это объективно. У нас проблема с тем, что когда мигрант приехал сюда, это участковый должен бегать за ним и выяснять, на каких он основаниях здесь находится. Мы же предложили это все перенести на его родину, чтобы он собрал все справки, чтобы было лицо, которое за него ручается, чтобы он был застрахован и заплатил страховку на родине перед тем, как он сюда въехал. То есть чтобы мы могли четко понимать, кто будет ответственный за это лицо. Далее мы предложили ввести мораторий вообще на въезд мигрантов. Пока мы не понимаем, сколько нашему рынку труда нужно мигрантов, пока мы видим, что у нас до 7% коренных жителей России безработных и абсолютно не знаем, сколько тут мигрантов. Поэтому мы предлагаем вообще пятилетний мораторий на въезд мигрантов ввести, чтобы понять, какие сектора и что именно нуждается. Далее у нас большой там прописанный комплекс мер был экономических, чтобы работодатель должен обосновывать, зачем ему именно эти мигранты. Чтобы экономически они были невыгодны от местного населения коренного. То есть чтобы условия были равные на рынке труда. Потому что, ну, даже не равные, нас же больше всего, в принципе, волнуют наши граждане. И наши власти, я надеюсь, волнуют наши граждане больше. Потому что, ну, у нас же Собянин там и Путин, они же не возглавляют Таджикистан или Киагистан. Да, если возглавляют, ну, тогда пусть туда переедут. Все-таки политику надо ввести в отношение коренного населения. И не цель власти на этом сэкономить. Вот, их избирают не для этого на свои посты. Ну, если избирают, конечно, при условии. Вот, поэтому там, ну, там очень много там прописано. Это очень объемный документ, он блоками идет.